Кубанское ущелье 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 ассортимент предлагаемых препаратов и удобрений. В информационно-консультационном центре представлены семена овощных культур собственного производства. Они имеют логотип ФГБУ Росельхозцентр. Все семена проверены в нашей лаборатории, соответствуют по всхожести и по урожайности заявленным. Лучшие импортных? Безусловно, наши семена лучшие импортных. Они адаптированы к нашим условиям, они все районированы. С того года мы перешли уже на новые пакетики с евро-отверстием. Они упакованы в двойной пакетик, что повышает срок хранения и гарантирует качество семян. Процесс от подготовки почвы до сбора урожая специалисты Росельхозцентра берут на себя. По заявкам выезжают в хозяйство, проводят консультации, отбирают образцы для проведения испытаний в лабораториях и сообщают результаты. Выдают рекомендации для дальнейшей защиты растений. Когда ты уже увидишь, посмотришь под микроскопом на микроуровне, тогда ты уже будешь точно уверен, что ты ему поможешь. И нам очень многие звонят, и всегда мы говорим, чтобы они принесли, чтобы уже точно быть уверенным, что ты человеку поможешь. Он не просто потеряет время, средства и потом в итоге растение. То есть 50 на 50, мы так не работаем. Мы уже работаем 100% результатов. Еще в информационно-консультационном пункте можно сдать использованные батарейки. В дальнейшем, учитывая спрос населения, планируется расширить перечень оказываемых услуг. Альбина Ламкова, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Онкологический диспансер Карачаево-Черкесии стал лауреатом всероссийской премии «Будем жить» в номинации «Лучшее учреждение». Премия была учреждена 7 лет назад и вручается за выдающийся вклад в борьбу против рака и неоценимую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. О значимом для Республиканской онкологической службы событий Артур Мхце. Премии от Ассоциации онкологических пациентов вручались лучшим медицинским организациям онкологического профиля в седьмой раз. На сцену Государственного Кремлевского дворца в Москве вышел руководитель республиканского диспансера имени Бутова Зубер Махов, чтобы получить награду за выдающийся вклад представителей профильной службы в борьбу против рака. Нам очень приятно было получить этот приз от главного онколога Российской Федерации академика Академии наук Каплина Андрея Дмитриевича. По голосованию пациентов наше учреждение заняло первое место в этой номинации. Нам очень приятно, что голосование проводилось среди пациентов онкологического профиля. В традиционно отмечаемый Всемирный день со злокачественными заболеваниями диспансер Карачао-Черкесии впервые был признан лучшим медицинским учреждением своего профиля. За полвека существования в регионе онкологической службы она прошла трудный путь от скромного диспансера на 25 коек и ограниченными возможностями в лечении до одной из лучших в стране организаций данного профиля. Здесь ежегодно получают консультационную помощь более 20 тысяч человек, а специализированное лечение около 9 тысяч пациентов. Причём в Карачао-Черкесию приезжают люди из многих российских регионов, чтобы воспользоваться услугами республиканских онкологов. В Карачао-Черкесии построен современный онкологический центр. Мы переехали в конце 2018 года. Диспансер оснащён очень хорошо для выполнения всех технологических операций, всех рутинных операций. У нас здесь проводится и лекарственная терапия в полном объёме, проводится лучевая терапия. Обеспеченность лекарствами в Карачао-Черкесии 100%. Мы пользуемся всеми инновационными препаратами, которые необходимы при такой стадии, при такой локализации. Благодаря нацпроекту здравоохранения, медучреждение оснащено самым современным оборудованием. Ежегодно на его площадке проводятся обучающие конференции. Региональные специалисты постоянно контактируют по различным вопросам с центральными клиниками онкологического профиля. И работа над дальнейшим повышением качества и доступности помощи по данному направлению будет продолжена. На концертных площадках Карачао-Черкесии прошли выступления лауреата международных и всероссийских конкурсов и фестивалей Государственного академического народного ансамбля танца Республики Адыгея Нальмес. Зарема Карданова об искусстве хореографии. Этот творческий коллектив также является обладателем медали славы Адыгеи, кавалером ордена, чести и славы третьей степени Республики Абхазия. Под стать коррективу и художественные руководители главный балетмейстер, представитель прославленной семейной династии Хаджаевых, заслуженный артист России, Кубани и Республики Абхазия, народный артист Республики Адыгея Аслан Хаджаев. Сегодня Государственный академический ансамбль народного танца Адыгея Нальмес с большим удовольствием и честью работает в городе Черкесск. Очень рады традиционно присутствовать на площадках Крачаева Черкесской Республики, радовать зрителей. Что вообще есть ансамбль Нальмес в жизни черкесского мира? Очень ответственный вопрос. Я постараюсь емко обозначить. Как говорят наши старшие, пока жив Нальмес, бьется сердце адыгского народа. Надеюсь, что Нальмес поддерживает и расширяет дух нашего народа, кавказской культуры в целом и культуры нашей страны. И окунается зритель в таинство легендарных танцев в ансамбле в мифах и легендах нартского эпоса адыгов, сокровищницы мировой литературы о сотворении мира, присутствует главный герой Сосрока, и рядом стоит образ его матери Сатани. В старинных танцах отображены эти образы – образы мужественных героев-богатырей и мудрой матери Сатани. Они представлены в хореографической композиции «Сказания о нартах». Зекуа «Загатлят» является одним из самых быстрых и темпераментных танцев адыгов, где показана виртуозная техника исполнения сложных трюков. Здесь блистает солист ансамбля с 20-летним стажем артиста балета Айдамир Хулов. Везде побывали, и вот в вашей крае тоже как к себе домой едем, очень тепло встречают всегда в Черкесске, в Адыгахабле и в Хабезе. Так что с удовольствием приезжаем. Спасибо вам, спасибо зрителям. Всем здоровья, здоровья. А мы будем радовать вас своими выступлениями. Самым лирическим танцем считаются старинные черкесские танец из сломей – танец влюблённого юноши и девушки. Они кружат в танце, как в небе орёл и орлица. Трепетание ресниц девушки и робкий взгляд юноши выдают тайные чувства молодых людей. Отрадно отметить, что романтичный образ юноши воплотил на сцене наш земляк, уроженец Аула Эрсакон Магомед Конов вместе с прославленной артисткой ансамбля Дианой Едыдж. Никакой концерт не обходится без визитной карточки коллектива. Хореографической композиции танцует Нальмаз под музыку именитого композитора Умара Тхабесимова с одноимённым названием. Эта музыка и легла в основу танца. Наш прославленный коллектив — это гордость черкесского народа. Мы сегодня посмотрели очень хороший концерт, нам всё очень понравилось. Каждый костюм олицетворял танец, и все образы были очень красивы и гармоничны с музыкой. Сегодня зрители увидели новую композицию под названием «Блеск алмаза». Наряду с известными танцорами здесь мы увидели и второго нашего соотечественника, бывшего солиста ансамбля Редада Адыгегабльского района, уроженца Аула Алибердуковский, юного Артура Климахова. Зрители ждали также полюбившийся номер ожерелья народных танцев адыской диаспоры, который является единой хореографической композицией, состоящей из нескольких народных танцев, возвращенных на историческую родину. На сегодня закончился концерт в Черкесске, но и завтра, и послезавтра, и в последующие дни артисты уедут на очередной концерт. Так меняются концертные площадки, но неизменным остается ослепительный блеск сокровищ адыгской культуры ансамбля «Нальмаз». Зарема Карданова, Мухаммед Шибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня день весеннего равноденствия. Это время, когда день и ночь равны по длительности. Такое событие происходит дважды в году – весной, когда день становится длиннее, и осенью, когда идет на спад. По мнению астрологов, это событие обладает особой энергетикой, а с точки зрения астрономов в этот день происходит новолуние, что означает обнуление Луны. Такими были самые актуальные вести республики на этот час. Я с вами прощаюсь. Далее смотрите нашу постоянную рубрику «Сила права» с Беллой Джозаевой. Здравствуйте! В эфире очередная программа «Сила права». И сегодня мы будем говорить об уголовном преследовании в суде. И по традиции нашу программу открывает старший помощник прокурора республики Елена Дармограева. Здравствуйте, Елена! Вам слово. Выпуск нашей программы сегодня посвящен поддержанию прокурорами государственного обвинения в суде. Осуществляя уголовное преследование от имени государства, прокурор выступает полномочным представителем государства в области уголовного судопроизводства. При поддержании обвинения прокурор обеспечивает его законность и обоснованность. Хотелось бы отметить, что деятельность гособвинителя сложна и многократно. Он представляет суду доказательства и участвует в их исследовании, излагает мнение по существу предъявленного обвинения, высказывает суду предложения о применении уголовного закона и назначении подсудимому мер наказания. Прокурор поддерживает или отдельно заявляет в уголовном деле гражданский иск, если этого требует защита государственных и общественных интересов, либо охрана прав граждан. При несогласии с приговором суда прокурор наделен правом на его обжалование. В минувшем году прокурорами обеспечено участие при рассмотрении судами более 2300 уголовных дел. Наступательная позиция государственных обвинителей в ходе судебного следствия, активное предоставление ими доказательств и участие в их исследовании способствовали принятию судами законных и обоснованных решений. При наличии оснований прокуроры принимали меры к обжалованию в апелляционном и касационном порядке незаконных судебных решений. В целом, деятельность прокуроров по обеспечению участия при рассмотрении судами уголовных дел направлена на реализацию конституционных прав граждан, а также на исполнение требования закона о разумном сроке уголовного судопроизводства. Арсен Ахматович, я хочу у вас спросить, какова главная задача прокурора при участии в суде по уголовным делам? Как известно, в судебном процессе присутствуют две стороны – защита и обвинения. При этом прокурор выполняет полномочия по поддержанию государственного обвинения и правозащитную функцию. Необходимо отмечить, что все полномочия прокурора направлены на охрану прав, свобод, человека, интересов в обществе и государстве. Когда мы работаем с судебными решениями, перед нами главная задача стоит в том, чтобы обеспечить их законность. Если по какой-то причине суд первой инстанции допустил ошибку, которая влечет нарушение прав как потерпевшего, так и подсудимого, то мы обязаны на это реагировать. И хотя для нас очень важным является восстановление нарушенных прав потерпевших от преступлений лиц, права подсудимых мы также обязаны соблюдать в полной мере. Государственные введения обязаны заботиться о том, чтобы имущественные и моральные права потерпевших были максимально восстановлены. Что касается подсудимых, то они должны получить адекватное наказание, то есть соразмерное совершенным им преступлением. Арсен Ахматович, значительную общественную опасность представляют собой преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных средств. Расскажите о приговорах по данной категории дел. Уголовный кодекс Российской Федерации содержит 11 статей, предусматривающих ответственность за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, что свидетельствует о повышенном внимании государства к указанной социальной проблеме, как наркомания. Хотелось бы обратить внимание на то, что в примечании к статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрен специальный вид освобождения от уголовной ответственности в том случае, когда лицо, добровольно сдавшее наркотические средства или психотропные вещества и активно способствовавшее раскрытию и пресечению преступлений, связанное с их незаконным оборотом и изобличением лиц их совершивших, освобождается от уголовной ответственности. Судами республики осуждены свыше 300 лиц за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Это порядка 15% от всех лиц, привлеченных к уголовной ответственности. К примеру, в прошлом году Черкесским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 4 граждан. В зависимости от роли и степени участия, они признаны виновными в руководстве структурными подразделениями преступного сообщества, участия в нем и в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенных с использованием телекоммуникационной сети интернет. Обвинение доказало, что злоумышленники в период с августа 2020 года по февраль 2021 года, выполняя различные роли руководителей, курьеров-закладчиков, осуществляли незаконный сбыт героина дистанционным способом. Наркотики они получали в Московской области, в ближайших регионах и размещали их в тайниках-закладках с наркотическим средством на территории республики и иных регионов России. Суд, согласившись с позицией государственного овинителя, приговорил обвиняемых 12 годам, 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также 7 годам, 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год. То есть сроки довольно суровые за данный вид наказания. Насколько я понимаю, за вождение в нетрезвом состоянии человека могут лишить автомобиля. Есть ли у нас такие случаи в практике прокурорской? При Кубанском районе судом, например, был постановлен обвинительный приговор в отношении жителя села Чапаевского. В суде было установлено, что подсудимый, будучи лишенным водительского удостоверения за отказ от прохождения медицинского свидетельствования на состояние опьянения, повторно управлял своим автомобилем в состоянии опьянения. В поселке Кавказском при Кубанском районе был задержан сотрудниками полиции. Суд назначил подсудимый наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на 1 год и 6 месяцев. Одновременно суд конфисковал принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-2124. К сожалению, некоторые люди по-прежнему садятся за роль в состоянии алкогольного опьянения. Они подвергают опасности не только свою жизнь в виде, но и жизнь окружающих. Есть ли судебная практика по привлечению к уголовной ответственности за так называемое пьяное вождение? За 2022 год судами Республики вынесено более 120 приговоров в отношении лиц, повторно совершивших преступления, предусмотренные статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом реальное наказание в виде лишения свободы назначено более чем в 45% случаях от общего числа осужденных за данные преступления. Есть примеры, когда прокуроры добивались ужесточения данного вида наказания, имеется в виду в виде реального лишения свободы в отношении водителей, привлекаемых за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, в судах апелляционной и касационной инстанции. Ну, подобная ситуация, прежде всего, обусловлена тем, что данные преступления имеют высокую общественную опасность. Она проявляется в том, что вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения создает угрозу причинения вреда здоровью и жизни гражданам. Как реализуется полномочия прокурора по обжалованию судебных решений? Спасибо за вопрос. В суде апелляционной инстанции проверяется законность судебных решений, которые не вступили в законную силу и обжаланы участниками процесса. Работники прокуратуры участвуют в исследовании доказательств, поддерживают доводы апелляционных представлений на судебные решения, опровергают необоснованные доводы жалоб. Ежегодно в суде апелляционной инстанции с участием прокуроров рассматривается свыше 450 уголовных деломатериалов. Еще одним направлением деятельности является проверка уже вступивших в законную силу судебных решений по уголовным делам и их касационное обжалование. Следует отметить, что возможности оспаривания таких решений для прокурора несколько ограничены, но речь идет о касационном обжаловании, поскольку касационный пересмотр дела является исключительной стадией, возможной лишь при наличии существенных нарушений закона, повлияющих на исход дела. При наличии оснований ставится вопрос об отмене или изменении судебных решений. — Арсен Ахматович, есть такие факты хищения денежных средств, связанные с получением различного вида выплат. Подвергались ли уголовному преследованию в Карачаево-Черкесии вот эти факты? — Такая практика в нашем регионе также имеется, к большому сожалению. Например, Черкесским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении жительницы республики, которая по предварительному сговору с другими лицами представила в пенсионный орган пакет документов, включая фиктивное пенсионное дело для получения льготной пенсии. — И неправомерно были получены выплаты на сумму свыше 1 млн. рублей. — При аналогичных обстоятельствах жительница Ставропольского края представила фиктивные документы о наличии инвалидности для получения соответствующей пенсии. — Таким образом, были похищены денежные средства на сумму свыше 1 млн. 60 тыс. рублей. — По всем уголовным делам, в том числе и о выплатах и охищении бюджетных средств, работники прокуратуры ориентированы на принятие исчерпывающих мер, направленных на возмещение ущерба причиненному государству. Это основная и приоритетная функция органов прокуратуры по данным категориям дел. — Ну что ж, я благодарю вас за полезную информацию. Желаю вам успехов в труде. Спасибо.